Ребята, всем привет! Очень рад видеть вас на моем канале. Уже конец октября, а это значит, пришла пора оформлять ежедневник на ноябрь. Если вы смотрели мои предыдущие видео про планирование, вы, наверное, заметили, что у меня новый ежедневник. Это тоже фалавель в точку в формате А5, но в этот раз он у меня не бежевого, а темно-синего цвета. Сегодня мы с вами оформим титульную страницу, которая начнет новый месяц и сделаем два трекера привычек. Начинаю я заголовка, его я пишу акварельным маркером и обвожу черным линером. Затем под заголовком я рисую стаканчик кофе, свитер и тыкву. Мне кажется, получается очень по-осеннему. Кстати, если вы еще не подписаны на мой инстаграм, я буду очень рада, если вы это сделаете прямо сейчас. Я стараюсь ежедневно делиться в сторис с тем, что у меня происходит в жизни, делаю фото своих конспектов и просто делюсь своими мыслями. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Теперь мы переходим к следующей страничке и это будет трекер настроения. Сначала я думала сделать обычные клеточки на каждый день месяца, но потом я подумала, зачем так скучно и решила заменить клеточки на осенние листья. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И наконец мы переходим с вами к последнему трекеру, трекеру изучения иностранных языков. Если честно, я начала пользоваться им совсем недавно, но сразу поняла, что это один из самых полезных трекеров. Я хочу сделать трекер для китайского и для финского языков, так как это те языки, на которые у меня сейчас уходит большая часть моих сил. В трекере я выделяю четыре аспекта, которым я бы хотела уделять максимальное количество времени, а именно грамматике, аудированию, изучению новой лексики и говорению. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok На этом сегодня все, спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь и увидимся с вами совсем скоро в новом видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok